Считается, что хапкидо по ходу своей истории объединило самые лучшие и полезные элементы восточных единоборств. Зрелищное корейское боевое искусство и вправду довольно разнообразное, однако в основе своей носит не спортивный характер. Соревнований по нему не существует. Хапкидо – это в первую очередь способ самообороны и вариант вынужденной атаки. В этом году исполняется 6 лет со дня установления побратимских отношений между городом Владивостоком и городом Инчоном из Южной Кореи. Спортсмены федерации Хапкидо из Южной Кореи прибыли во Владивосток для того, чтобы продемонстрировать свое боевое искусство и поделиться своим опытом и умением со спортсменами школ города Владивостока. Хапкидо позволяет эффективно выстраивать оборону как от одного, так и от нескольких противников. Это происходит благодаря использованию особого принципа хапки, суть которого заключается в том, чтобы успешно использовать силу соперника против него самого. Отдельный большой раздел хапкидо посвящен работе с различными видами оружия, удушающим приемам и акробатическим трюкам. Этот вид единоборств довольно молодой. В нашей стране, например, про хапкидо узнали в 90-х годах. С тех пор корейцы решили делиться с нами опытом. Я долгое время жил в Москве и в Санкт-Петербурге. Я увидел, как здесь активно развивается хапкидо и как его любят русские. Хотелось бы, чтобы так было и во Владивостоке. Это искусство с виду агрессивное, однако несет в себе доброе начало. Это подготовка человека к самозащите. Многие могут заметить, что хапкидо похоже одновременно и на айкидо, и на ушу, и на многие другие виды спорта. На этой встрече получилось сравнить наглядно несколько дисциплин. Особенности своих боевых искусств показали также приморские самбистки, представители айкидо и бойцы джиу-джитсу. Разница сразу стала заметна. Хапкидо более плавная, нежная в нашем представлении. Хотя тоже страшные элементы присутствуют. Но в хапкидо побольше акробатики. Ребята этому уделяют, я так понимаю, очень много времени. После показательных выступлений у корейских бойцов будет шанс пообщаться индивидуально с местными спортсменами. Представители хапкидо заглянут в приморские боевые секции, где проведут полноформатный мастер-класс. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.